Всем привет, с вами Ванделей и это видео по багам четвертого бранного поля. Также упомяну парочку косяков в первой батле. Предупреждаю сразу, в эту подборку попали баги, записанные с лицензионной версии игры. Так что весь бред, а поверьте, на экране будет твориться тот еще абсурд, можно запросто повторить в любой другой версии игры, и грешить на пиратку не надо. И встречая эта игра, она с багами, которые остались еще с третьей части. Так во время кат-сен можно самым неестественным образом стрелять и менять оружие. А бойцы все так же стоически безэмоциональны. В конце же первой миссии имеется машина с призрачной дверью. И я бы в такую кататься не стал, можно же и провалиться. Также с машиной связано начало второй миссии. Причем эта машина весьма условная, потому что при вызове главного меню авто просто исчезает. И главные герои оказываются зависшими в воздухе. О да, призрачной оказалась не только дверь. И если этот баг можно пропустить, то не заметить следующий просто невозможно. Мать вашу, вы что вообще не тестили игру? И это ведь не случайный баг, он происходит всегда в этом моменте. Походу разрабы вообще плюнули на одиночную кампанию. Я конечно слышал, что Китай называют поднебесной, но не воспринимал это настолько буквально. Чуть дальше внезапно оказалось, что главному герою совершенно пофиг нападение с большой высоты. К слову, эта ситуация напомнила мне первую батлу, где вездесущий огнеметчик сиганул за мной с бастиона на прямых ногах и тоже плевал на реализм. Ну и эпичнее всего окончание второй миссии. У главного героя начинает темнить в глазах, и он проваливается сквозь лодку в реку. Да что такое, разрабам совсем что ли плевать на лечение подобной фигни? К слову, подобную проблему не решили до сих пор. Так, в первой батле, также в самом конце миссии, после того, как Зару берут в плен, она достает оружие, а потом уже снова с поднятыми руками. Впрочем, это не так страшно, как падение сквозь лодку. В миссии с использованием танка можно найти бесхозные броневики без экипажа. И это броневики слоупоки, так как реагируют они на выстрелы с своим неуверенным пошатыванием с явным запозданием. Тут же я обратил внимание на забавное поведение пыли и обломков, выбиваемых выстрелами. Мелкие обломки, как и положено, падают вниз, а вот густая пыль самым забавным образом притягивается обратно в стену. Кроме того, вот вам немного прохождения сквозь текстуры во время анимации с РПГ. Замечательная халтурка с забором. Ну и это полный пипец, но здесь я вышел за локацию тупо потому, что карта не успела прогрузиться. А когда она прогрузилась, оказалось, что я не могу вернуться обратно. При этом я и не хотел выходить за локацию, ведь в этом моменте игра даже меня засейвила. Замуровали демоны, всё такое, и теперь пришлось тут побегать. Обнаружилось, что главного героя всё-таки не совсем плевать на падение с большой высоты, зато теперь плевать полу. Нашёл самолёт-призрак. И жильё для малоимущих, которое совершенно пусто изнутри. И, конечно, спрайт ТВ Лиас, классика жанра. А вот с другой классикой жанра, краем мира, оказалось сложнее. Локация простирается на удивление далеко, вплоть до безымянного океана, в который я упёрся и сперва был слегка озадачен. Но затем понял, что главгерой познал дзен, вошёл в астралы и научился ходить по воде. А вот края океана и вовсе достигнуть нельзя. Вместо него в определённый момент я упёрся в невидимую стену. И я вам клянусь, я на этом уже хотел сдаться и начать миссию сначала. Но край невидимой стены, как и все баги в этой игре, нашёл меня сам. И я провалился в воду и поплыл дальше. Так продолжалось достаточно времени, но края мира я так и не достиг. Только обнаружил, что главный герой может плыть и одновременно стрелять, видимо ртом. Затем оказалось, что по всем канонам дзен-буддизма, если ты не видишь стен, то их и не существует. А потому началась полная вакханалия с расстреливанием врагов сквозь эти самые несуществующие стены. Враги тем временем освоили странные прыжки в пространстве. И снова я провалился в воду. В конечном счёте, миссию пришлось начинать сначала, чему я был, конечно же, безумно рад. И что же вы думаете? Я дошёл до этого момента и всё повторилось снова. Благо я успел вызвать главное меню, и игра не сохранила меня в этом положении. В общем, уже порядком уставший от всей этой галиматьи, я всё-таки добрался до предпоследней миссии. И тут рука уже сама бьёт по лбу. В общем, я понял, что с меня хватит. Так что и выпуск подходит к концу. И если вам понравилось и вы хотите ещё страданий в баттлфилде, то пишите в комментариях. Если я пойму, что видосы по этой игре вам интересны, то сделаю ещё парочку. А на этом всё, с вами был Ванделей. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok